Приветствую вас! Давайте начнем с того, что скажем. Вот мы, как говорите, что осознали свои ошибки, осознали свои какие-то неправильные поступки, поведенческие модели и прочее. Все это вы поняли. Значит, поняли свои ошибки, но поняли вы свои ошибки и захотели меняться, почему, для чего, из-за чего вы захотели это делать? Не потому ли вы поняли, что были неправы? Или не потому ли, что осознали, что можете потерять человека, который вам дорог? Не потому ли, что вы начали бояться, реально бояться остаться без мужчины? Вот что важно. Вот что является ключевой моментом. Понимаете, если вы свое поведение, условно говоря, если вы свое поведение подчиняете целью вернуть человека, то все ваши изменения носят характер временный. Здесь я, пожалуй, должен согласиться с коллегами. Все ваши изменения, если они носят вот такой вот характер, характер того, что вы поняли, что были неправы, из-за того, что не хотели потерять молодого человека, то в таком случае, боюсь, ничего хорошего у вас не получится. Просто потому, что молодой человек может вас уже разлюбить, молодой человек может уже в любом случае не хотеть с вами быть. А вы, если вы до сих пор будете к этому стремиться, если вы до сих пор будете к этому тяготеть, вы рискуете разочароваться. И разочароваться вы рискуете очень сильно. И вот чтобы этого момента у вас не было, я и хотел бы, чтобы вы сами для себя определили причину того, что вы осознали, как вы говорите сейчас, свои ошибки. Вот какова причина того, что вы стали это делать, что вы осознали свои ошибки. Какова причина этого? Это первое. Субъективная сторона. Дальше. Как вам, значит, показать, как лучше, значит, что мне лучше предпринять в будущем и когда это лучше сделать, чтобы гонял человек? Значит, первое. Что лучше предпринять? Предпринять вам лучше будет, лучше всего вам будет предпринять то, значит, чтобы начать общение с ним. Но общение с ним, чтобы было непронуденным, чтобы оно было таким вот, знаете, свободным, чтобы мужчина не чувствовал, что вы обязательно что-то от него ждете, Ждете, чтобы мужчина не чувствовал, что вы обязательно чего-то от него хотите, чтобы мужчина просто видел, что вы готовы общаться с ним просто так. И вот в процессе такого непринужденного, свободного и произвольного общения вы будете показывать ему свои изменения. А дальше нужно, чтобы он чувствовал себя с вами мужчиной. Это на самом деле не что-то такое сложное, если вы знаете потребность своего молодого человека, если вы знаете, что ему нужно. Это не так сложно дать мужчине понять, дать мужчине почувствовать себя таковым рядом с вами. Это вообще довольно легко будет сделать вам. Но только при условии, если вы действительно готовы это делать. Только при условии, если вы действительно хотите измениться для себя. То есть вы поняли, что были не бравы не потому, что испугались быть без мужчины, а именно потому, что увидели, что ваша модель поведения была, ну скажем так, порочной. Да, немного порочной, неприятной там и так далее. Вот. Именно так вам и нужно себя вести. Именно так вам и нужно двигаться. Далее. Что еще я вам мог бы сказать по этой ситуации? Значит, начинать общаться с мужчиной, вы можете когда угодно, хоть сейчас. То есть вот, хоть сейчас берете и начинаете с ним взаимодействовать. То есть плохого в этом нет ничего, если вы четко понимаете, для чего вы это делаете. Если у вас есть четкое понимание, зачем вы это делаете. И никаких проблем тогда нет. Ну, вы можете сейчас начать с ним общаться и сейчас можете уже начать дружеское взаимодействие с ним. И в процессе этого дружеского взаимодействия и будете показывать ему, что там вам, например, нужно, что вам ценно, что вы поняли в общем и так далее. То есть вот так, я думаю, вам и нужно себя вести на самом деле. То есть не нужно выжидать таких-то моментов. Не нужно думать, что это правильно. Что вы ждете, что вы прям вот знаете, что вы прям ожидаете чего-то. Это неправильная позиция. Это позиция, по сути, облекающая вас, в первую очередь, на ту же самую роль, что и была до этого. То есть никаких, никаких, каких-то вот рекомендаций по времени я бы вам, наверное, давать бы не стал. Потому что, ну, это неправильно. Вот. Ну и, собственно, наверное, на этом все. То есть, если вы не будете давить на человека, если вы будете допускать, если вы допустите мысль о том, что вы можете быть без него, тем самым проявив, я бы сказал, независимость. Тем самым проявив, знаете как, своеволие, тем самым проявив свою индивидуальность и необязательности. Необязательность того, чтобы он был с вами, вот если вы это сделаете, то все шансы на то, чтобы вернуть его у вас безусловно будут. Но нужно понимать, что у мужчины может быть очень большая вероятность этого, что у мужчины уже, уже к вам, ну, охладел. То есть, просто вот охладел. У него уже появились там другие какие-то желания, может быть, кто-то время прошло и он больше с вами не хочет быть. То есть, это нельзя списывать со счетов, поэтому рекомендую вам данный аспект иметь в виду, рекомендую вам не упускать его из вида, этот аспект. И, как бы, ну, помнить о нем, как бы понимать, что он может иметь, реально может иметь место и быть к этому готовым, готовым для того, чтобы возможные трудности встречать, так сказать, во все аруши и не быть разочарованы. А главное, если вы не уверены в том, что изменения, которые у вас произошли, все-таки продиктованы вашими собственными потребностями, а не как таковыми. Если вы не уверены в этом, то я бы вам рекомендовал бы здесь, в обязательном порядке, заново проработать все вот эти проблемы, по которым вы расстались. Иначе, боюсь, ничего хорошего из этого не получится. Вот, я думаю, именно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете, я думаю, что именно так можно на него ответить. Надеюсь, что помог вам, вы там, я видел, выдавали еще один такой же вопрос, дублировать вопрос нельзя, вы можете сделать свой вопрос, который вот задали, вы можете сделать его вплатным, вы можете сделать его просто вип, и тогда это, ну, задавая ваш вопрос, увидят большее количество экспертов, и вам смогут, как бы, ответить большее количество людей. Вот, но не нужно, не нужно все-таки как-то кладить одни и те же вопросы, это не является правильным и не является этичным, а вас, к тому же, могут еще и забанить за это, то есть, ну, вас могут забанить и просто-напросто не позволят вам больше задавать вопросы. Вот, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделает его лучшим, если у вас остались вопросы ко мне, буду рад ответить, пишите в личку, желаю вам всего самого доброго и удачи!